С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 25 мая. День освобождения Африки. В 1963 году на первой конференции государств и правительств африканских стран в Адис-Абебе была создана Организация Африканского Единства ОАЭ. По решению ООН этот день объявлен Днем освобождения Африки. Также сегодня Международный день пропавших детей. В 1979 году, кстати, в СССР это был международный год ребенка, пропал американский мальчик Эйвен Пейтс. Поиски не уменьшались успехом. Через год после этой резонансной истории в США заработал Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. А позже был организован Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. Также сегодня необычный день, Международный день полотенца. Так его назвали поклонники таланта известного британского писателя Дугласа Адамса, который написал роман «Автостопом по галактике». Автор назвал полотенце незаменимой вещью для любого галактического автостопщика. Также сегодня день филолога, который отмечается с 1989 года. Именно в этом году соответствующий праздник утвержден постановлением ЮНЕСКО. Подобное решение было принято для того, чтобы показать великую значимость филологических наук. Ну и еще 25 мая на берегах Байкала отмечают как экологический праздник день нерпенка. Они же нерпяты, бельки, детеныши нерпы. Цель праздника проста – защитить нерпу и ее двухнедельных малышей, охота на которых в последние годы резко возросла из-за спроса на изделия из меха этих животных. У родившихся в этот день 1889 год. В этот мир приходит Игорь Сикорский – русский ученый, авиаконструктор, инженер, пилот и предприниматель. Модель своего первого вертолета он построил в 12 лет, а в 1910-м поднимает в воздух первый самолет собственной конструкции. Именно он придумал знаменитые самолеты «Гранд», «Русский Витязь» и «Илья Муромец». Потом уехал в Америку и разработал еще 15 типов самолетов. В 1892 году родился Иосиф Бростита, югославский коммунист и политик. Руководил страной с 1943-го. Во время Второй мировой организовал национальную освободительную армию для партизанской борьбы против немецкой оккупации. Как президент придерживался во внешней политике благожелательного нейтралитета. А с Советским Союзом то дружил, то ссорился, то опять дружил. 1905 год. В этот мир приходит Альдо Гуччи, итальянский модельер. Он был, как говорят, самым талантливым из сыновей Гучо Гуччи, создателя фирмы. Обладал безукоризненным вкусом и сумел предугадать желания богатых людей в трудные послевоенные годы. В числе клиентов были королева Великобритании Фрэнк Синатра, а президент Кеннеди называл Альдо лучшим послом в истории Италии. В 1931 году рождается замечательный космонавт Георгий Гречко, в 1941 году актер Олег Даль, в 1942 году еще один актер и художественный руководитель Театра Этсетера Александр Калягин, а в 1971 году Кристина Арбакайте. Некоторые события этого дня. 5493 год до нашей эры. По александрийской хронологии это день сотворения мира. Понятно, что каждый народ использовал свои способы датировки исторических событий. Евреи датировали его 3761 годом до нашей эры. Римляне начинали отчет от легендарного основания города 753 год до нашей эры. Парфяне, вифиняне и селиквиды вели отчет лет от вступления на трон первого царя. А египтяне исчисления вели сначала правление каждой последующей династии. Так что свой календарь основала каждая мировая религия. 1682 год. Подстрекаемой царевной Софьей стрельцы выступают против выбора царем Петра. В результате бунта первым царем будет назван слабоумный Иван, а Петр вторым. Но фактической правительницей при братьях станет Софья. Стрельцы положат кучу родственников матери Петра Натальи Нарышкиной и близких к ним бояр. Петр навсегда запомнит этот день и позже жестоко отомстит стрельцам. В 1781 году уходит из жизни легендарный араб Петра Великого Абрам Петрович Ганнибал. Похищенный сын эфиопского князя, коммердинер и секретарь великого царя, военный инженер, математик и фортификатор. Участник Полтавской битвы, генерал-аншеф и, наконец, прадед великого поэта Александра Пушкина. Ему было более 90 лет. Он смог пережить семь императоров, и императриц дважды менял религию, трижды имя и дважды фамилию. 1907 год. Впервые в заседаниях парламента принимают участие женщины. Произошло это в Финляндии, входившей тогда в состав Российской империи. В 1906 женщинам в этой стране было предоставлено право избирать и быть выбранными. На прошедших в марте 1907 парламентских выборах в число 200 членов финского парламента вошли и 19 женщин. 1989 год. Открывается первый съезд народных депутатов СССР. Председателем Верховного Совета избирают Горбачева. Впервые в стране происходит публичное обсуждение различных предвыборных программ. 2003 год. «Ежик в тумане» Юрия Нарштейна признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Об этом объявляют устроители открывшегося в Токио мультипликационного фестиваля. Оргкомитет просто обратился с просьбой к 140 мультипликаторам и кинокритикам из разных стран мира с просьбой назвать 20 лучших мультфильмов. Наш стал самым лучшим. Ну и еще одно событие. 1958 год. Накануне 24 мая на московском стадионе «Динамо» проходит товарищеский матч сборных СССР и Польши по футболу. Победили советские спортсмены. Затем был банкет в гостинице «Ленинградская», после которого футболисты разъехались по домам. На следующий день члены сборной должны были в 10 утра собраться в ателье для примерки костюмов, которые специально были пошиты для поездки на чемпионат мира по футболу в Швеции. Это первый для советских спортсменов чемпионат. Утром следующего дня руководству футбола было доложено, что двое нападающих и защитник арестованы за изнасилование. Фигурирует фамилия Стрельцова. Хрущев сходу обозвал его негодяем и подлецом и, не разбираясь, приказал посадить и надолго. Следствие и суд, проведенные по высочайшему повелению, не стали вникать во все обстоятельства дела, и Стрельцов получил 12 лет и был отправлен на лесоповал. Так мир, возможно, и не увидел рождения новой футбольной звезды человека, которого позже назвали советским пеле. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Продолжение следует...